Приветствую, дорогие друзья! В разгаре жаркое лето, очень много интересных спортивных событий, но самое главное, прошло в Баку. Этот город подарил нам первые Европейские Олимпийские игры. Эксперимент удался, потому что это как подислое в будущей Олимпиаде, которая пройдет ровно через год в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. И надо сказать, что несмотря на массу проблем, которые существуют в нашей стране, сборная Украины выступила достойно. Она заняла в общем зачете восьмое место, 48 наград, 8 золотых. И самое главное, что наша олимпийская чемпионка Оля Харланд сделала все для того, чтобы сборная нашей страны, их товарищи, соблисток стали лучшими. Домой они привезли золотые медали. Ну и много местных событий. Я напомню любителям футбола, что все-таки наша главная команда успела прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, в первую лигу, сохранили свое место. И 27 июля они продолжают выступать на высшем уровне. Ну и надо сказать, что на такой заслуженный отдых ушли юные футболисты, потому что у них прошел настоящий праздник. Дело в том, что проходит очень интересное областное оперенство в зонах Южной, Северной. 20 команд двухвозрастных групп боролись за то, чтобы выступить в финале. И вот этот финал прошел на прекрасном спорткомплексе «Заря», где встретились лучшие команды нашей области, представляющие детско-спортивные школы. Это юные футболисты, которые готовятся профессионально. И в общем-то об этом у нас сегодня рассказ. Поэтому гости наши вот сейчас выступят и расскажут. В первую очередь это президент областной федерации футбола Николай Леонидович Еропунов. И тренеры, которые представляют районы Доманевский, Корабельный и город Южно-Украинский. Дело в том, что в самом деле очень вырос детский футбол, юношеский. И собственно об этом и пойдет разговор. Итак, интервью на спортивном корпусе «Заря», где прошло это торжество юных футболистов, которые показали очень высокий класс. И надо сказать, что был организован на высшем уровне. Итак, интервью с места событий. Завершается футбольный сезон 14-15. И вот весна подводит итоги в разных турнирах. Прошел очень интересный кубок области среди взрослых команд. Но сегодня здесь на лучшей спортивной базе нашего города, спорткомплексе «Заря» проходит финал областного чемпионата первенства среди детей. Это наше будущее. Потому что у нас хорошие традиции. Но кому их продолжать? Конечно, детям. Для того, чтобы вперед мы смотрели. Николай Леонидович Ерфунов, президент федерации футбола областной. С интересом следить за тем, какая смена растет. И вот это впечатление, которое производят юные футболисты. Кому защищать честь нашей страны, города, области? Да, сегодня, если так говорить, то сегодня один из эпизодов. Потому что сегодня у нас играют младшие возраста. Завтра вступят в бой уже старшие возраста. Кончание чемпионата Николаевского возраста среди детско-юношеского футбола. Почему? Потому что завтра уже будет юношеский футбол. Уже будут более взрослые команды. Сегодня тут команды практически 2001-2002 год. А там уже будет дальше чуть-чуть команды 2000-го года. Поэтому, что хочется сказать. Сегодня приятно, что играет Доманевка, играет Южноукраинский, играет Дюшор-5, играет Торпедо. Вот это говорит о чем? О том, что вот сегодня просматриваются ребята, смотрят себе ФК Николая, смотрят Торпедо. У нас турниры, которые были перед этим, где играли команды со всей Украины. У нас очень много сейчас донецких ребят, хороших ребят донецких. Значит, из Луганска, хорошие ребята. Они остались в городе Николаеве, играющие за Торпедо, играющие за ФК. Да, ребятам надо играть, потому что это наше будущее. Мы хотим, чтобы у нас ереминки были, чтобы были там коноплянки нормальные, которые могут что-то, могут как-то, чуть-чуть неожиданно пробить и поставить точку в этом. Потому что самое главное для Украины – это развитие детско-юношеского футбола. Михаил Юрьевич, в каких районах особенно нормально поставлена детская работа, потому что это очень непросто – иметь базу, иметь специалистов, которые смогли бы профессионально работать? Ну, я вам хочу сказать, что если сегодня говорить о том, что в каких районах, то их надо называть очень много. Я же только что говорил о том, что… Мы говорим сегодня о Доманёке, вот Доманёке здесь. Мы говорим сегодня о Баштанке, Баштанке тоже играть. Мы сегодня говорим о Южноукраинске, Южноукраинске играет. Мы говорим о Врадьевке, Врадьевка играет. Мы говорим о Арбузинке, Арбузинка играет. Мы говорим о Йеланце, Йеланец играет. Понимаете, в чем дело? Мы говорим о том, что очень многие команды, да, более сложнее, мы там позволяем играть в 2001-2002, 2002-2003. Почему? Потому что не собирают районы именно такие возраста, но тем не менее это дает возможность всем им играть. Дает возможность в том, что мы можем видеть те пацаны, которые сегодня, мы смотрим, два пацана с Южно-Украинской, очень хорошие. А откуда? Они взяли с арбузинкой. Ну и вот так вот оно продолжается. То есть у нас играет, почему финальные игры? Потому что у нас играет группа Севера и группа Восток-Юг. Вот это команды, которые играют, финалисты оттуда и оттуда, значит, выходят, по три команды выходят, и они играют, разыграют звание чемпиона Николаевской области и призера Николаевской области. А есть немножко разница в мастерстве? Мы чувствуем этот контраст или нет? Север-юг? Не сильно у нас разница, но все равно в мастерстве. Вот если говорить о качестве подготовки, в качестве подготовки, многое зависит от того, как готовить это тренера. Поэтому, значит, футбол в городах более сильнее, более сильнее, понимаете, в чем дело. Ну, от них не отстает та же самая Баштанка, не отстает та же самая Доманевка, не отстает тот же самый Еланец. То есть есть свое. Тут выбор больше. Больше выбор ребят, понимаете? Больше выбор. То есть из 500-тысячного города и из 200-тысячного детского возраста что-то выбирается. Ну, извините, мне из 20-тысячного районного центра выбирается, вы сами поняли. Дело в том, что именно футбол номер один является на селе, в районах. А для города он, может быть, вторая, третья? Нет, для города он тоже является первая. Чтобы мы не хотели... Но мы говорим о том, что если мы сегодня вытаскиваем с района одного-два пацана, и они остаются в Николаеве, то это очень сильно. Если вспомним, откуда появился, значит, уважаемый у нас Леня Буряк, Литовченко и так дальше. Они появились не откуда, они появились из сел, с районных центров и начали играть и играть. А сегодня и многие другие ребята, которые... Ермоленко, посмотрите его историю, тоже самое. Появляются же такие же пацаны. Колоплянка откуда? С Кировограда, понимаете? И так дальше. А в Кировограде где он появился? Так дальше. Поэтому мы говорим о том, что это сегодня прекрасно. Когда делаем вот эти турниры, мы собираем то, что дает возможности нам. Вот мы там смотрим, там сейчас играют дети, которые вообще 2005-2006. Вот это интересно. И они потихоньку, потихоньку, где-то что-то можно. Вот наши сегодня тренера и все остальные. Тоже работают, со всей Украины работают. Вот сегодня Журов ищет тренера. И нашли бокс на где. И он приехал сюда. Ну сейчас тренер? Не тренер, а вратаря. Вратаря. Вот не было, не было. Нашли бокс на где. И привезли сюда его. Он сейчас сломался немножко. Ну я думаю, поправится. И уже в чемпионате Украины, который будет 2015-2016, он будет участвовать. И хорошо будет стоять. На фоне юношеского турнира хотелось спросить, почему городские команды участия в областном чемпионате или в кубке не принимали участие? Вы имеете взрослый кубок, а что не принимали? Вы участие принимали те команды? Ну вы знаете, что сегодня проблема заключается в том, что торпеда сегодня по той ситуации, которая есть. Ну и мы не шли на то, чтобы все-таки настаивать на торпеду. Почему? Потому что нам главная торпедовская футбольная школа. Для нас это главное. Торпедочка сегодня, которая играет и выступает в первой линии женского чемпионата Украины, довольно хорошо играет. Она будет играть в Умане. Она будет играть в Умане, закончить первый круг. Довольно хорошо. Поэтому тут нельзя говорить так, что участвовали или не участвовали. Сегодня футбол города уступит футболу области. Почему? Потому что степовое проиграло Казанке. Пробиралось в себя дома 3-1. Да, сегодня неожиданно в Первомайске. Первомайск более мощнее, казалось бы, проиграл автолокомотиву и стал обладателем. То есть сегодня вот эти команды и Казанка, и Автолокомотив, и Первомайск, и та же самая Врадьевка, и та же самая Кривое озеро. И так с вами Еланец, который потрепает нервы любому. Рождаются новые авторитеты. Ну и учитывая то, что Николай Леонидович Ирупанов является главным, ответственным в нашей стране за развитие женского футбола. Немножко об этом, потому что нам интересно знать, какие там ориентиры, потому что это все-таки престиж нашей страны. Ну, пока женский футбол стоит, потому что начало развития и начало игр, это чемпионат мира 2000, начнется только в сентябре месяце уже будет, да, в осенний период. Поэтому сегодня чемпионат высшей лиги идет, чемпионат первой лиги идет, турниры проводятся, проводятся, сегодня уже не комитеты, а отделы, но федерации проводятся. Вот, и сейчас готовятся на зиму два больших, в сентябре месяце два больших турнира, именно, я имею в виду, 15-летних, 14-летних девчонок. Ну, то есть, надо смотреть, надо смотреть, надо усиливать. Да, да, продолжается, все пока в порядке, все нормально. Сегодня у нас главный разговор именно об этом финале первенства в области нашей среди юных футболистов и юношей, потому что это настоящее и будущее Николаевского футбола, от которого зависит, я думаю, вообще развитие украинского футбола. Здесь на спортивных площадках, прекрасно подготовленных, пройдет сейчас борьба, финалы, и мы узнаем. Ну, а Николай Леонидович Ерпанов продолжает действовать, чтобы делать все для того, чтобы Николаевский футбол был на уровне, отвечая его имени. Ну, и я думаю, что он сам когда-нибудь выступит на поле и докажет, что это футбольный мяч, это радость, это то, что нас объединяет. Да, 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 футбол это есть молодость, молодость, да. Ну что, завершается первенство нашей области весеннее 2015 года. И вы знаете, надо сказать, что одни из лидеров такого турнира в последнее время являются представители корабельного района, детско-спортивная школа номер 5. Пока у них нет громкого названия, они просто представляют детско-юношно-спортивную школу. И там уже на протяжении нескольких лет работает очень опытный Сергей Маркалов, который, в общем-то, сумел очень много сделать для развития детского футбола. Здесь, в футбольной школе Торпедо, в спорткомплексе Заря. Но теперь его самая главная забота – это корабельный район. А в 73-м году прошлого века футболисты корабельного района произвели сенсацию. Они стали победителями всесоюзного турнира «Кожаный мяч». Тогда Николай Озеров на всю страну объявил, что ребята из Николаева, Шепнево район, Октябрьский район стали лучшими. Сереж, что происходит за это время, за тот период 73-го года? Ты уже больше 20 лет посвятил детскому футболу. А? 30. 30. Ой-ой-ой, столько лет. Ну, в общем, получается так. Его команда сегодня в лидерах, сегодня будет выступать в финале. Значит, ребята вашего района, как они выглядят и вот что интересного будет произведено там у вас? Ну, вы знаете, вот после того, что у нас, тут у нас, конечно, был успех в 73-м году, это была команда Шепнево района, Орленок. А потом у нас где-то в 80-х годах немножко такой успех, а потом был где-то немножечко провал. Сейчас вот в течение 7 лет мы вот стараемся сейчас, наша команда, то есть сейчас я работаю я, Евгений Николаевич Левицкий и Жиренко Андрей Иванович. Вот, такие все фанаты футбола детского. Поэтому мы сейчас стараемся, поднимаем. У нас сейчас есть 10 возрастов. И 10 возрастов, да, все есть 7 возраста. Вот эти детские? Да, да, да. Как вы распределили? Ну, каждый работает по... Нет, мы работаем на двух, на трех, бывает на четырех возрастах один тренер. Поэтому очень тяжело, конечно, но главное, что именно детки нашего района. Вот что мы отличаемся от других школ, УДСШ номер 5, то, что у нас дети только-только с Корабельного района. Плюс там еще есть, конечно, ребята с Галициновских, есть Лиман талантливые, а остальные все наши. Так что нам очень, конечно, приятно и почетно, что мы уже в течение вот этих последних где-то 5 лет попадаем постоянно в финал чемпионат области. Это для нас успех. И как бы там дальше мы в финале не выступили, а уже попасть в финал, это уже их успех. А финале нынешнего года? Вот то, что сегодня происходит? Ну, здесь сегодня жалко, что ФК Николава нету, потому что бы вот так поровнее был бы финал. Вот, поэтому сейчас вот полуфинал прошел. А сколько недели? Не знаю, я же не в курсе, ни по какой причине. И одна команда не приехала с северной зоной, поэтому четыре команды. Ну, вот сейчас, видите, финал будет торпеда, ДШ-5, поэтому будет финал такой напряженный, интересный. Так что для нас, я еще раз говорю, для нас успех. Трюш, а как вы находите поддержку в Корабельном районе? Вообще, Корабельный район особенный. Там уникальный спортивный корпус Водолей. Стадион молодежный, который, в общем-то, сюда-туда может тоже иметь хорошее развитие. Вот эта уникальность вашего района позволяет детям объединиться в такой оазис. Хороший, очень комплекс детских спортивных школ. Ну, там, спринт, бывший завод «Океан». Ну, вы знаете, вот я не буду говорить про другие виды спорта, я хочу говорить про детского футбола. Ну, тут очень большую роль играют родители. Потому что мы сразу, когда вернулись, ну, хотя бы все ребятам, мы с Геннадьей Николаевичем начинали здесь работать. Первые шаги тренерские делали. Вернулись, мы, в первую очередь, начали, конечно, работать с родителями. То есть, как бы, фанатируем их, объясняем, для чего и как, какие задачи. Тем более, мы сразу начали участвовать и в чемпионате города, чемпионате области, и в первенстве Украины играем по первой лиге. Поэтому мы в всех трех соревнованиях участвуем. Вот поэтому, может, какое-то сплочение, плюс родители, вот, и сказывается. И ребята у нас не просто как-то вот, потому что там районы, это сказывается, что они, как я, все дружные, друг за другом. Вот сейчас вот даже вот приехали, и мы сейчас, играет первый год, сейчас финал, а ребята старшие, вот, приехали болеть, за них младшие, так что, вот так. В общем, день. Ну, и хотелось бы узнать, Сергей Монкалов, какое влияние имеет областная федерация на развитие детского футбола, потому что, все-таки, от нее тоже очень много зависит для координации действий. Вот есть у нас высшая детская лига, где участвуют команды Торпеды, Николаев, футбольные школы. Ну, и вот теперь первая лига, это первая ступень, выросла. Итак, взаимодействие с федерацией футбола? Не, ну, это очень тесно взаимодействие, потому что федерация, областная федерация в области помогает. И сейчас вот начала и городская федерация тоже проводить чемпионаты. Ну, а насчет областной федерации скажу, что помогает. У нас сейчас, мы стартовали, начиналось с 20 команд, у нас же проводятся чемпионаты области по двум зонам, северная и южная. И вот по три команды попадает в финал. Поэтому федерация, допустим, в последнее время и форму приобреталась за счет федерации в каждой школе. Сейчас вот были выданы мячи от федерации. То есть какая-то помощь есть, конечно, без федерации, без внимания. Ну что, впереди финал. Никто еще не знает, кто победит. Кто победит? Ну, вы знаете, я скажу, что финал будет сложный. Будет не очень простой, мне вот так кажется. Так что накал будет впереди еще. Так, корабельный против кого? Более в торпеду, да. Хотя там несколько ребят в торпеде тоже с нашей корабельного. Там есть ребятки и наши тоже. Ну, торпеда усилилась еще за счет Востока, потому что там уже ребята приехали из команды Олимпик, которые здесь нашли опоры и продолжат свою биографию. Ну, вообще во всех отношениях турнир интересен и для вас очень полезен, да? Да, конечно. Нет, ну, я еще раз говорю, у нас нет таких задач огромных. Ну, главное, чтобы наши детки играли и росли. А дальше как-то судьба сложится. Так что, вот только так. Ну, что ж, удивительный талант, феноменальный. Это человек, который очень любит детский футбол и понимает, что от этого будет зависеть наше будущее. И вот на его глазах растут юные футболисты, их способности. Очень сложно открывать этих детей. Ну, в начальной этапе, знаете, когда приходит ребенок, даже бывает, не дает каких-то больших надежд, а потом раскрывается. Главное, в первую очередь, влюбить футбол его, чтобы он полюбил футбол. Полюбили еще родителей, чтобы была вот эта аура их в семье. А дальше уже только работа. Работу учить надо. Говорят, футболисты не умеют говорить, и тренеры. Умеют. И вы в этом убедились. Потому что здесь без способности педагога, учителя, человека не может быть настоящего контакта с детьми, которые требуют особого внимания. И они создают возможность, платформу для того, чтобы вырасти в настоящих футбольных мастеров. Да. Спасибо. 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 Детский. 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 Мы помогаем. Меценаты. Девятую. Дай muchos. Денега нет. Дай много. Дать на бензин. Солярку. Дать на бензин и мы ездим, катаемся. Пешком не ходите? Да. Детский. Детский. У нас милиардатор Юг помогает нам. Мы обжегаем минифутбол. Есть. Десятые. Дети на соревнования дают и соляручку, Дети хотят, играют и любят футбол. Я помню, как рождался Южный Украинск, такой комфортный небольшой город, самый молодой, энергетиков. И за эти 15 лет, когда уже там атомная станция стала развиваться активно и уже дает энергию не только нашей стране, там больше всего даже плавательный бассейн, чем в Николаеве. И вообще там очень любят спорт. Относится как к футболу? К футболу, к взрослому отлично. Хотелось бы, чтобы немножко и к детскому больше было внимания. В смысле того, что одна головная арена наша зеленая, мы там тренируемся редко. Хотелось бы хотя бы половинку такого поля, как здесь вот на Заремашпроекте, зеленого искусственного. У нас есть там и место, где это все сделать, но пока, видно, не находят средств. Наш главный спонсор – атомная станция. Ну, помогают нам очень хорошо. Стараемся все выезды играть в своей зоне. Все выезды. Ну, на турниры стали меньше ездить. Ну и сколько мы? С 2000 по 2008 играли в первой лиге. Результат был неплохой. Ну, перестали нас спонсировать немножко меньше. И мы только на область играем. Ну, речь идет о первой лиге, всеукраинской детской лиге. У вас какое внимание со стороны руководства? Потому что, я думаю, поддержка детей очень важна. Со стороны руководства есть, конечно, внимание. Да, транспорт, конечно, есть, конечно, помогают. И, получается, ездим на соревнования по району. Детки играют даже на район по взрослым футболу. И, в принципе, так, конечно, на Украину мы еще не играли. Потому что... Мариновка это у вас? Мариновка, да. Была Мариновка у нас. Сейчас уже немае. Потому что... А там же зал огромный был. Зал огромный остався. Получается, что сейчас перешел до Доманевки. В Абарстол? Да. Не-не-не, до Доманевской школы, спортивную школу. И мы там тренируемся. Проводим первенство. Тоже был интернат. Там интернат был. Да, сейчас нема интерната. И мы тренируемся. Там мини-футбол играем. И гандболисты, которые тренируются. Ну, интересно теперь узнать у Сергея, у Игоря. Зачем они приехали в Николаево? Ну, как зачем? Во-первых, детки год, как говорится, первый круг играли осенью. Второй. У них желание было выехать сюда, посмотреть другую группу. Ну, и сильнейшие команды. Сильнейшие команды, понимаете. Ну, и то же самое, побороться за награды. А есть разница? В классе, конечно, есть. Торпеда, оно играет высшую лигу. Это заметно. Здесь лучшие ребята. Собрались. Отбор происходит. А у нас мы занимаемся с теми, кто у нас приходит. Даже пытаемся куда-то кого-то отдать, если есть такие ребята перспективные. Стараемся, чтобы они уехали где-то в интернаты или это. А чувствуется преимущество городских, да? Да, городских чувствуется. Да, если так взять, допустим, у нас, допустим, если так, да, больше игровой практики. И получается так, что мы там можем даже в Доманевском районе найти там 4-5 человек таких, что уровня. Ну, у Николаев, конечно, отбор хорош. И тем более там 10-11 человек. Это стабильно. Даже можно сказать, даже два состава им выставляем. Сереж, есть возможность подарить нашей главной команде ваших ребят, которые выросли? Ну, с Сапая я вырастил. В Орскле играет. Он играл везде, мой воспитанник. Так что мне очень приятно, что за годы своей работы здесь, на Украине, воспитал такого воспитанника. Многие здесь ребята были в Торпедо. Тот же и Кокол, Серега, который стал сейчас. И Смук Торпедо прошли школу. Много ребят. Занималось здесь. Так что, если появятся перспективные ребята, с радостью отдадим школу Торпедо. Вы чувствуете удовлетворение от вашей работы с детьми? Да, чувствуем. Тоже были такие моменты, что привозили Торпедо, играли и Доманевские футболисты. И тут непоганую игру показывали. И, в принципе, мы работаем, чтобы детям, если дети хочут Торпедо или в какую-либо школу, мы их отпускаем. Сережа, такой вопрос. Вот ребята ехали сюда, в областной центр. С каким настроением? Ехали в высшую лигу, в общем, ехали на финал. С каким настроением? Ну, настроение было отличное. Дети хотели показать свои лучшие качества, но не получилось. Торпедо посильнее. Сейчас будем вот с Доманевкой решать, кто будет в призах. Ну, ничего, это тоже хорошо. А сейчас за какое место? Здесь за первое-второе играет. Итак, сейчас вернемся на главную поляну, где решается вопрос победителя первенства нашей области весеннего чемпионата 2015. Ну, а мы встретились с тренерами, которые вот так в глубинке, в Доманевке, в Южноукраинске делают очень важное дело. Помогают детям находить себя в футболе, потому что это большая радость найти себя, подружиться с мячом и научиться им владеть. Потому что некоторые говорят, что у футболистов вместо головы мяч, там еще мозги нужны и техника, искусство. Поэтому многогранное искусство. И этому вы учите, да? Да. Так мы и учим, стараемся. Будем дальше продолжать учить. Я думаю, наши звездочки еще впереди. Засияем. Ну, а теперь подведем итог этого очень интересного финала, в котором встретились, правда, лучшие команды. Конечно, хозяева проявили свой уровень. Они достойно представляют нашу область, всеукраинской детской лиги, высшей лиги, где, в общем-то, занимают высокие места, выступая в четырех возрастных группах. Но здесь присутствовало две группы. В младшей группе победили юные торпедовцы. На втором месте представители корабельного района детско-спортивной школы номер пять. На третьем месте доманевцы, которые очень интересный футбол показали. И на третьем южноукраинцы. Ну, а в старшей группе, опять-таки, силу проявили хозяева. Две команды торпеда. Старшая и младшая группа именно в этой возрастной группе стали лучшими. На втором месте представители корабельного района. И на третьем веселиновцы. И отмечу, вот именно в сельских районах настолько поднялся уровень детского футбола. Много уделяют внимания. Ну, в общем, там спорт номер один – это футбол. И мы увидели, что хорошая смена растет. Жаль, что вот они не всегда попадают в нашу главную команду. Их разбирают другие города. Но юных талантов в нашей области очень много. И в этом убедил наш финал. Осенью продолжится турнир детских команд. Ну, а праздник детей позади. Впереди новые старты. Всего хорошего. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok